В последнюю осень без маски не вдох, Чтоб осень и вправду не стала последней, Рекламным щитом нависает эпоха, Как эхо войны между светом и тенью. Последнюю осень. Красивая осень, конечно, ребята, но, похоже, для многих это последняя осень в этом году и вообще в жизни, похоже, последняя. Поэтому извините за эмоции, что не буду очень ласковый с вами. Но ситуация хреновая, и хреновая это мягко сказано. Еще раз говорю, это вот мне очень трудно выбирать слова. То, что больницы забиты, это мягко сказано. Если кто-то из депутатов говорит, что мест в больницах еще есть, он врет. На кладбищах места еще есть. В моргах мест нет. Очереди санитарок с колясками, с каталками, с трупами в морг. Более того, забиты судебно-медицинские морги. Это морги, куда везут тех, кто умирает дома. И когда они умерли дома, и им не успели до этого сделать ПЦР, то они умирают не от ковида, а от якобы какой-то там пневмонии. На этом фоне возникает новая страшная проблема. Люди наконец-то понимают, соображают, что надо привиться. Но привиться они не могут. Потому что они же уже купили сертификат о вакцинации. И их теперь никак не привить. А все те, кто в реанимациях, 99% в реанимации, они не привиты. И большинство тех, кто в больницах, не привиты. А половина тех, кто якобы привит, в принципе, с купленными бумажками. И на этом фоне куча народу рассуждает об отдаленных последствиях вакцинации. Блин, один тип отправил родителей в Турцию. И чтобы они туда спокойно поехали, купил им сертификаты о вакцинации. И похоронил маму с папой. Как он жить теперь, гад, будет. И вот тут вам теперь вишенка на торте. И на этом фоне президент выкладывает пост о том, что единственный способ вам, всем избежать локдауна, это прививаться. Вакцинация и только вакцинация. И в комментарии к президенту на этот пост приходят толпы умников. И знаете, с чем это заканчивает? Это же очень показательный кейс. Президент убирает пост, где его критикуют. И я вам подтверждаю, что так оно и есть. Что когда я любой пост про вакцинацию выкладываю, у меня отписывается от двух до пяти тысяч человек. Да отписывайтесь вы, бог с вами, если ума у вас нету. Если у кого-то еще мозги остались, пожалуйста, привейтесь. Потому что это плохо кончится. Все. Больше говорить нечего. Делайте правильные выводы. А далее от эмоций. Перейдем к статистике. За последние сутки в Украине заболело 18 912 человек. Всего в нашей стране ковидом переболело более 2,5 миллионов украинцев. Цифры заболеваний растут. И к весеннему рекорду 2021 года по числу заболеваний за день мы уже совсем приблизились. А далее информация про правила життя в червоной зоне карантину. У червоной зоне карантин в Украине с максимальными обмежениями находятся Керсонская, Одесская, Запорізькая, Дніпропетровская и Донецкая областей. З 21 жовтня обмежен станет еще больше. И не только в этих 5 регионах. Нагадуемо, что у червоной зоне карантину забороняется работа кафе, ресторанов, терце, рынки, кинотеатров, театров, басейн, фитнес-центров и закладов освяти. Едине, что працюет продуктовые магазины. А также АЗС, банки, пошты, аптеки, ветклиника. З 21 жовтня начнутся рейди и переверки по всей Украине. Полиция переверятиме дотримование карантину по всей Украине. Зокрема, правоохоронцы переверятимут COVID-документы, а также дотримание масочного режима и дистанции. Рейдовые переверки будут в транспортах, а также в местах массового скупчения людей. З 21 жовтня транспорт не для всех. Вже четверга на будучинності нові правила для межобласних поїздів, літаків і автобусів. Транспортам може буде скористатись тільки при наявності сертифіката вакцинації або ПЛР-тесту, або тесту на антиген. Якщо COVID-безпека не буде доведена, пасажиру могут відмовити в поїздці. І о ситуації в нашому місті. У Славутійській лікарні знову запрацювало COVID-відділення на 60 ліжок. Тепер хворі на COVID-від можуть лікуватись у Славутійській лікарні. За інформацією генерального директора КНП Славутійська міська лікарня Ярослава Вольського, всі ліжка COVID-відділення 100% забезпечені кисневою підтримкою. Як централізованим киснем, так і кисневим концентратами та всіми необхідними медикаментами. Крім того, Ярослав Вольський рекомендує не лікуватись амбулаторно, не витрачати кошти. Лікарня має можливості міскоштовно забезпечити лікуванням як ковідних, так і негоспіталізованих пневмонійних за рахунок коштів лікарні. На сьогоднішній день найефективним методом боротьби з COVID-19 є вакцинація. На сьогоднішній день у Славутіщі вакциновано до 35% мешканців нашого міста. Нагадаємо, що у Славутіщської міської лікарні працює центр вакцинації. Інформацію про роботу центра вакцинації можна отримати на сторінці КНП Славутіщкої міської лікарні. А ми нагадаємо графік вакцинації з 18 по 23 жовтня. Центр вакцинації, другий поверх поліклініки, телефон 099-344-74-60. Вакцина Коронавак перша та друга дози з 8.30 до 10 години. Вакцина Pfizer перша та друга дози з 21 жовтня з 8.30 до 10 години. 20 жовтня доставка вакцин Pfizer до Славутіщкої міської лікарні. Вакцина Moderna очікується розподіл. Вакцина AstraZeneca перша та друга дози з 10 до 11 години. Графік вакцинації 24 жовтня. Вакцина Moderna очікується розподіл. Вакцина Pfizer перша та друга дози з 9 до 11 години. Вакцина CoronaVac перша та друга дози з 11 до 12 години. Вакцина AstraZeneca перша та друга дози з 11 до 12 години. Увага! Інтервал між першою та другою дозами зменшено з 28 днів до 14 днів. АРМІІЇ Субтитры создавал DimaTorzok